Всем привет, друзья! У нас с вами в программе немножечко дуэльных игр со смурф-аккаунта. Рейтинг довольно высокий, почти 2000 рейтинга, 1945 у меня рейт на этом аккаунте. И в этом видео мы попробуем с вами не то чтобы челлендж, не то чтобы что-то новое, но поиграем катафрактами, которых еще в командных играх я не показывал, ну и заодно постараюсь прокомментировать вам примерно игру один на один в таком вот формате. То есть в формате не со стрима, а в формате именно с оффлайн-видео. Давайте сразу озвучу, что если вам понравится этот видос, то обязательно оставляйте лайк, пишите комментарии, ну и также подписывайтесь на канал для тех, кто еще этого не сделал, это очень помогает продвигать на данный момент видосы, ну и в целом мотивирует меня. Всем огромное спасибо, кто это уже сделал и постоянно поддерживает наши видосы. Итак, византийцы, надеюсь сейчас начнется игра, узнаем циву оппонента. Наша цель в этой игре это катафракты, мы будем хилить их монахами, будем создавать огромные пачки этих юнитов против кельта, это идеально. Мне кажется, что кельт вообще сильная цива, то есть скорпы плюс салипарды могут нам тут очень много хлопот доставить, но по идее, если мы выйдем там штук 80 катафрактов, у него просто нету аутов и убить. Ну вряд ли он будет делать сичанагры, ну там при таком количестве можно как-то сичанагры, наверное, какой-то демо шло носить, да? Ну скорее всего это будет скорпиона плюс алибарда и, честно говоря, я не думаю, что он справится. Но все еще зависит от уровня оппонента, насколько он будет сильно играть, сильно исполнять, насколько будет сильно и хорошо исполнять, потому что, ну и сильные аренщики, они очень много умеют. Сильные аренщики это вообще сильно. Есть разные свои хитрые стратегии, как обыгрывать всяких хитрых ребят, которые хотят выйти на халяву в катафрактах. Вообще Кельт, да, может очень агрессивно против Визы сыграть, то есть у Кельта есть опция построить там форвард-замки, застроить, сделать три бутшеты, которые за счет того, что быстро стреляют, мобилируют всякие бонусы там по прочности византийцы и так далее. То есть в целом ауты у Кельта, конечно, здесь есть, но посмотрим, как оно все разыграет. Опять же, так как я только что озвучил, опасность для нас это какие-то форвард-замки и более быстрые империалы от Кельта, то мы постараемся это, не дать ему это сделать, то есть мы будем контролировать, постараемся контролировать карту в замках. Смотрим, что из этого выйдет. Так, первый олень. Первый олень. Так, тут кресты все хорошо расконтролились, отлично. Да, у меня бэк-камень, бэк-золото, то, что нужно. Второй гол, конечно, форварде, это неприятно, но я думаю, что через продажу рейсов мне здесь хватит. Мне здесь хватит рейсов, даже если меня как-то забьют на базе, ну, закроют, в смысле. Поэтому что-то придумаем. Да, при этом у меня будет два монастыря вначале, то есть контролировать карту я буду через два монастыря. Знаю, что сейчас мета играет через легкую кавалерию. Скаут и ЛК хорошо, конечно, закрывают эту страту, но я немножко буду надеяться на свое микроуправление. И, возможно, я добавлю барак. Посмотрим. Ну, то есть барак для того, чтобы сделать несколько пик, и они, по идее, должны сильно упростить здесь все мое микроуправление монахами. По идее, я не должен их терять. Третий олень, последний. А-а-а, успеть бы в тайминг. Нормально, сойдет. Сойдет. Так, четыре лила там есть, все работают. Почему дерева не хватает? А, потому что я, наверное, рановато, да, пришел. Интересно, он с кого-то уже сюда прибежал. Наверное, подманил всех оленей уже. Шустрый он. Раз, два. Хорошо, в ответ только одну пичку получили. То, что нужно. То, что нужно. Оп. Да, короче, у меня люра здесь получилась. Да и вообще, экономика пока что ставится очень даже приятно. Пока без косяков. Крести они везде расконтролены. Через шифт все нажали. Айдлов нигде не планируется, не намечается. И пока что не было. Поэтому, поэтому мне пока все нравится, как оно идет. О, ой-ой. Оп. Шесть. Вообще, лучше брать дальних, правильно? Правильно, правильно, правильно. А, я два домика поставил, точно. Вот почему леса не хватало в один момент. Ну, тогда здесь сейчас давайте, может быть, тоже сразу с домиком. И на этом с домиками пока что закончим. Так. Наверное, можно подводить. Оп. Класс. Снова одна тычка. Тут идея в том, что если вы вот так вот, ну, скаут остается 25 хп, то когда вы перейдете в феодал, а ваш оппонент будет еще не в феодале, вы на равных, короче, с ним деретесь. То есть, благодаря вот этому дополнительному демеджу, там количество ударов ровно, вот, ну, вот сейчас вот ровно. То есть, если взять моего скаута с 5 атакой, то мне для того, чтобы пробить 45 хп, нужно 9 ударов. И ему то же самое. Для того, чтобы пробить мои 25 хп с атакой 3, нужно 9 ударов. Вот. Поэтому на данный момент наши, как бы, скауты равны, если оценивать их. Ну, так что я в феоде, а он нет. Это еще важно, когда я делаю форвард, потому что при форварде, как правило, я опаюсь раньше, чем мой оппонент. И вот там тоже нужно понимать, что скауты имеют равную силу, даже несмотря на то, что я подманивал кабовым. Так, ну что. По билдордеру пока все как обычно. Мы будем играть две лицепилки. Две лицепилки на такой ранней стадии штука важная, потому что они, ну, просто ускоряют немножечко добычу. Крестьяне меньше ходят, меньше тупят. Ну, и это реализует... Это в целом до замков успевает окупиться. Ну, даже если не успевает, это в целом не так важно. Это просто делает билдордер более приятным и уменьшает количество потенциальных косяков. Так, все четенько. Лес нам в этой игре нужно будет много. Во-первых, где-то 3-4 фермы надо будет. Так, здесь желательно, чтобы он меня не видел. Вот это примерно... Ну, вижен можете смотреть. Видите, здесь два тайла, правильно? Значит, мы бежим здесь по третьему тайлу, у нас не видят. Здесь будет ворота, поэтому я обычно отбегаю. Специально, чтобы было не видно. И дальше бежим по третьему тайлу, потому что, ну, просто знать, где находятся стены, это приятно. Так, последние три креста на золоте. Можно здесь и два делать, но я знаю, что у них золота в этой игре много понадобится, поэтому делаю три. Опять же, здесь где-то сейчас будут ворота. Можно отбежать, просто чтобы с лоу хп скаутом не попадать в вижен. И поп-27 мы будем нажимать А. Да, я здесь какое-то время все еще в вижене. Все, примерно стенку разведали. Дополнительные ресурсы, где находятся, мы знаем. Все, что надо, мы знаем. Резцы, какие внутри, там, где находятся, мне, наверное, не так важно, потому что я рашить не буду. Ну, максимум, это какие-то монахи, которые у меня останутся после сбора реликтов, да? Буду стараться контролить карту. Это, наверное, наш максимум в этой игре. До катафрактов, до импов. Да, здесь, блин, ну, давайте, ладно, сделаем третью ферму. Четвертую, наверное, не буду, потому что у нас, несмотря на отсутствие четвертого оленя, у нас корова. То есть, три коровы, это что-то вроде плюс 50 еды, да? Ну да, олени, это минус 100 где-то еды, минус 140. Так что, по идее, еды меньше, чем в другом варианте. Где четыре оленя и только овцы. Ну что, разведка у нас хорошая, мы уже пару реликов видим. Вот, поэтому я думаю, что скаутом, так как я снова скаута добавлять не буду, мы сейчас просто спрячемся и дождемся уже монахов, которыми мы его подхилим. И у нас будет полноценный скаут, которого нельзя будет терять в этой игре. Оп, он еще и перешел. Прячемся, прячемся, прячемся. Тайминг, кстати, ранний. То есть, он будет делать... Ну, вряд ли это будут скауты. Он рановато для скаутов апнулся. То есть, он перешел, по-моему, по... Ну, либо 25, либо 24. Так что, по идее, должны быть не скауты. Хотя за кельта все возможно. Сейчас какие только билды не исполняют. Профессиональные аренщики. Блин, вообще, это место под монастыри? Ну, ладно. Так, сразу два понажему, потому что хочу сделать вот так вот. Ну, и тем более, мне на все хватает. Да, два новых креста на золото. Все-таки монахи стоят немало так золота. Давайте тут, наверное, не стены пока сделаем, чтобы был проходик. По-моему, выглядит пока что неплохо. Это мой билдортер. Оп, все без единого айдла. Сразу нажал. Все четенько. Шестую фермочку сделал. Оп. Класс. На дерево нужно будет много, потому что нам надо с вами два, может быть, потом три, четыре даже таун-центра поставить. При этом всем нам нужно два монастыря поставить в раннем этом, в раннем, в ранних замках, поэтому ресурсов здесь будет много тратиться. Ап на золото делать не хочу, потому что византийцы, вот если делаете такое за цивилизацию с какими-то эко-бонусами, то в целом можно здесь ап на золото еще нажать, тем более 27 плюс 2. Вот. Но за визу, так как нету никаких эко-бонусов на данный момент времени, и так как все плотненько, то пока что, наверное, не буду делать ап на, ап на золото. Мне кажется, что он тут пока не нужен. Вот, поэтому заигнорю. Один таун-центра поставим здесь точно на камушек. Хотя не факт, что я его буду добывать рано, но все равно его, наверное, построить там стоит. И также один ТЦ построю, наверное, вот на этом втором золоте, то есть это вот здесь будет ТЦшечка. Она здесь поможет для того, чтобы этот золото побольше добрать, то есть даже если он будет мне где-то прессовать, я здесь побольше голоды успею собрать. Ну и из плюсов у меня камень золота в таких разных частях карты, плюс тут лес, поэтому если он будет атаковать сюда, я, по идее, камушек добуду, если что, вот на этот золото выйду. Тоже такой уже большой план наперед. 14.50 он примерно перешел. Ну, мне кажется, у него был айдл, то есть разница между переходом в феодал была больше, чем сейчас будет разница между переходом в замки, правильно? Поэтому я думаю, у него где-то был айдл. Так, эти три вела, можно направить их сразу туда. Ну или как-то вот так вот сделаем. Раз монастырь. Два монастырь. Тут я люблю делать тачку сразу. И нам хватит на один ТЦ плюс пилу, да. То есть на второй ТЦ сходу не хватает. Ничего страшного. Блин, надо было, конечно, вот этими вилами строить второй ТЦ. Ну ладно, уже поздно. Домики имеются. Это все в заказе. Ну и я почти сразу, наверное, сейчас третий ТЦ здесь закажу. Ферму обновлять не буду. Так. Ну и вот такой вот ТЦ мы здесь закажем. Не знаю, будет ли он воевать здесь за что-то, но я все равно хочу сделать этот тап. Мне кажется, ап на хп штука приятная монаха. Ну и сразу два монаха сверху можно заказать на подхил. Все. А теперь мы нон-стопом 7 фермочки. Можно сразу включить теперь эту кнопочку. Сейчас закончится тача. И у нас с вами будет три Таун-центра рабочих. По-моему, идеально. Очень хороший у меня получается старт. Лично мне нравится, как все идет. Билд у меня качественный получился. Сейчас самое главное будет не дать собирать врагу реликвии, а самому стараться законтролить как можно больше их. Вообще, у него очень большой счет. Это иногда может говорить о том, что он делает армию. Ну, пока что это как минимум разведка. Так, эту пику ему придется здесь удалять. Так, хорошо. Давайте, наверное, тогда пока... Мы знаем, что там есть барак, правильно? А это значит, что мы пока что не пойдем туда. Да, вдруг он делает скаутов. Найс. Все, тут можно драться. Хотя у него тоже есть монах. Ну, факт, что это мне прям в плюс. Да, учитывая, что их тут три. Ну, anyway, он сюда подойти не сможет, по идее. Можно даже пораньше выйти, конвертить. Ну, вот здесь много будет зависеть в каком-то плане от фарта. То есть, сможет ли он убить всех моих монахов или не сможет. В целом, на самом деле, если я плохо среагирую, ему где-то повезет, то сможет. Ну, в таком варианте не сможет, конечно. Ну, вот. Как это работает, почему делают апы на хп, и так далее. С другой стороны, я пока монах автомала, ой, реликт автомала забрал. Если бы я еще домики умел бы строить, а то у меня плюс три сразу популяция, да, с этих ребят. Да, и, как правило, здесь постоянно, так как много контроля, постоянно получается какой-то косяк, по крайней мере, у меня. Так, вот тут еще релик. Ага, там кто-то релик взял. Я понял. Раскауты можно не бить, я думаю. По идее, должен законтролиться, законвертиться. Ой-ой-ой. Заказ, да, славенький. Сразу плуг. И, наверное, пятый ТЦ. Сейчас поставим. Можно пятый ТЦ поставить где-то. Да, даже, не важно, я думаю, где. Просто в чистом поле подать. Ну, что, мне в итоге только два релика, да? Это мало. Мало. Он, возможно, даже два монастыря там играет, да? Или откуда у него столько монахов было. Или просто за счет более раннего апа действительно у него вот такое вот большое преимущество было. Два, три. Так, доделался как раз плуг. Доделался как раз плуг. Но мы тем временем с контролем карты. У нас теперь есть свои скауты. Бумим в 5 ТЦ. И планируем выходить в катафрактов. Да, для тех, кто не знает, монки, бизантийцы вхилят быстрее. Поэтому, собственно, у меня и получилось в некоторых ситуациях где-то что-то как-то выхилить, подхилить. Поэтому в некоторых ситуациях я и не потерял своих юнитов. Все, можно подходить напрягать его. Я, по-моему, только одного монаха же потерял, да? По-моему, только одного. Так. Так, сейчас заставим креста удалить. Даже двумя монками специально буду конвертить. Выгодно, наверное, сделать конверт этот. Но что-то не пошло, да? Что такое? Я же строю домики. Стараюсь без пауз. Очень не хватает еды, конечно. Конвертов очень. Ой, еды очень мало. Оп. Крест. Найс. А-ха. 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 Да, у меня, конечно, уже тысяча лесов. Как видите, исполнение, на самом деле, очень нечеткое. То есть, это очень плохо, то, что у меня такое количество ресурсов. Ну, именно лес, я имею в виду. Вот. Это большущая ошибка, но... Нет. Как же быстро он выстрелил. Как же быстро он стреляет. Да, контроль карты в данный момент времени у меня нет. Можно даже, наверное, какой-то барак поставить на форварде. Так, надо срочно еще заказывать. Сейчас опять по блок будет, я допускаю. Думаю, сейчас будет опять по блок. Ой, вот этого монка я не заметил. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Как видите, исполнение не идеальное, но я думаю, что все равно в этой игре у меня все будет. Все будет хорошо. Так, так, так. Так, так, так. Я думаю, что можно даже универ построить. Блин, плохо, что я монков потерял, потому что они мне все равно понадобятся потом для подхилов. Для подхилов, короче. Так. Потом они мне понадобятся для подхилов. Ничего сказать, пики просто, чтобы по карте у меня что-то бегало, что-то ходило. Ну, кстати, короче, там бум получается. Реально интересно, на что он будет выходить. И вообще, честно говоря, скорпы плюс пики могут катафрактов-то поубивать. Интересно, выйдет ли он в это комбо или не выйдет. Так, первый замок пошел. Первый замок. Вообще, я могу уже импы нажимать. А давайте попробуем жадно сейчас сыграть. Сейчас вместо импов сделаем вот так вот. Оп. golden boy, правильно? Правильно. Так, у меня где-то 5 айдлов. Где бы это могло быть? На домиках все, да? Так, вот. Контроль карты получается хорошие. Фермочек у меня уже 52. Я думаю, что... А, тут даже еще сейчас засеяться. Так, 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 так. Много тут лишних деревьев. Ну, давайте нажмем переход. Наверное, тянуть смысла больше нет. Наверное, тянуть смысла больше нет. Ой, на камень не было. Так, он уже перешел. Ап у него хороший. Апчик у него хороший. Так, первый замок строится. Второй замок. Ну, че, надеюсь, я успею, ребят. Если не успею, будет обидно. Не знаю, там во что он будет выходить. В рейдеров, не рейдеров. Какое-то количество пик у меня тут на форварде имеется. О, пики, фух. Я боялся, что это уже форвард замок тут стоит. Было бы неприятно. Да, замок у него на бейке. Это хорошо. Много времени он пока мне тут дает. Плюс я еще осадку тут ему сбил. Но он планирует, наверное, делать скорпионов. Правильно? Он знает, что я буду выходить в катафрактов. Он точно это знает. У него точно есть такая инфа. Все будет зависеть от того, как будет проходить сражение по итогу. Знаете, кстати, может быть, лес продадим здесь. Потому что нам пока хватает. Плюс у меня очень много крестьян на лесе в данный момент времени. Что у него по апгрейдам? Тихонечку все апгрейды, да, делает? Так, ну что, мне нужен будет один замок, наверное, какой-то для контроля док-ресурсов. Не знаю, насколько хорошо он тут все законтролит. Так. Сейчас первым делом аппы нажмем. Тетти. Теперь вот этот. Теперь вот этот. Так, тут мне должно сразу хватить вот на вот это. Давайте, наверное, ускорим немножечко этих ребят. Да, все-таки скорпионок. Хорошая комбинашка у него получается. Все пока что делает правильно. Ладно, этот замок тогда сразу отменим. Я думаю, я где-то вот тут просто его построю. И мне нужен апноэлитного. Надо быстрее апноэлитного нажимать. Угу. Так, камень кончился. Что, пойдемте туда на камень? У него требов пока нет, он меня не пушит. Пока что только анагра. И почти не проапгрейдженные скорпионы. Интересно, что у него при этом больше счет. Это о чем-то говорит, правильно? Так. Ага, уже два треба. Мощно. Где все мои монаки? Собираемся. И сейчас буду довольно много вычинивать. Довольно долго и много будем вычинивать просто. Так, сразу можно продать. Здесь посмотрим, получится ли быстро забрать этот... Забрать быстрый трепушет. Так. Так. Это хорошо. При котофракте много времени выиграли. Наверное, тот замок, может быть, я даже потеряю. Поэтому хочу здесь сейчас на бэке один построить. О, и он тут забежал ко мне. Так. И сразу хилится. Ну и надо потихоньку, наверное, сейчас будет отбивать здесь карту, возвращать. Ну, чтобы совсем нагло он тут не действовал. Правильно? Чтобы он совсем нагло тут не играл. Ух ты! Даже апнула на агро. Планирует тут заходить ко мне. Хорошо. Просто увезти всех крестьян, я думаю. Ну и мы с вами потихонечку выходим в наших юнитов. Потихонечку выходим. Большое количество наших юнитов. Да, как я и говорил, могут проблемы тут оказаться на агро. А на агро могут оказаться тут проблемы. Деммой. Так. Тут всех поубивали. О, треп. Так. Да, деммажа совсем нету, альбард, конечно. Скорпионов пока ему сильно не хватает. Но он эти альбарды сможет очень долго делать. То есть тут надо понимать, что экономика на это именно у него будет просто бесконечная почти. Ну, практически. Так. Еще кресты. Сразу под хил. Давайте, наверное, 7 сделаем монг. Почему бы, почему бы не сделать их 7? Так. Продолжаем качать золотом. Ну и хилим анахом. Я думаю, что можно пару требов сделать, буквально 2 штучки, для того, чтобы сейчас ломать замки, которые он поставит на дополнительных ресурсах. И надо потихоньку отжимать карту. То есть вот так вот на халяву. Давайте ему качать до пресса. Это, наверное, не гуд. Это не гуд. Начинается в итоге огромная пачка просто катафрактов. Монахи тут тоже с хорошими апгрейдами. Так. Вот они. Начинаются первые ответственные сражения. Наблюдаем. Так. Что происходит с пиками? Но где же пики? Что не так с его армией? Блин, катафракты реально почти не умирают. Просто офигеть. Просто офигеть. Давайте монахов, наверное, даже уже ближе подвинем. Что-то тут пока на угрозу это не похоже. На угрозу это не похоже. Интересно, насколько ему хватит нервов в этой игре. Как надо подхилить. Надо всех подхилить тут. И на все ресурсы, что у нас есть, просто заказываем наших ребят. О, он только-только строит там замок. Ну-ка, тут есть замок. Интересно. Давайте посмотрим. Здесь, кстати, камушек еще можно дособирать. Сейчас крестьян найдал. Тут леса оказалось немного, да? Нет, там пока что ничего у него нет. Можно пойти добывать. Да, сколько здесь трупов-катафрактов. Но вот если бы я вас тут не ошибся, было бы там буквально один-два трупа, правильно? На всю пачку. Один-два трупа на всю пачку. Так, здесь он якобы скоро... Так. Хилим, хилим, хилим. Так, вроде бы хорошо. Поехали. Побежали, побежали, побежали. Да, скоро пойдем потихоньку атаковать. Я хочу сейчас побольше, наверное, катафрактов сделать, чтобы у нас было две такие хорошие пачули. Так. Так, 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 дружище, ты чего? Ты чего? Ты чего себе позволяешь? Прикольно, что даже несмотря на то, что я там где-то голду теряю, даже несмотря на это, я больше... Он теряет больше... Ну, типа я смогу больше катафрактов сделать на Терреса, которые я продам за то время, что он делает эти пики. Пойдем, наверное, ломать замок там. Можно и катафрактами всеми побежать туда. И монахами тоже подойти. Да, у меня уже очень хороший заказ. Очень много ребят заказа за этим. Эй! Не трожь моих крестьян! О, Сичанагра, вот это то, что я и говорил. Вот эта вот штука опасная уже. Что, апгрейды есть? Нет, апгрейдов мало. Но, как вы видите, Сичанагра все равно здесь не хватает. В каком-то смысле... Ой-ой-ой-ой-ой. Это, наверное, сразу парочку монахов добавим. Они это, конечно, сами себя подхилят. Но все равно. Ой-ой-ой-ой-ой. Черт. Катафракты в ловушке. Так, все те же шесть крестьян на идол. Так. Хорошо. В случае, карта зачищена. Прикольно. Сделает он много Сичанагра в итоге или не сделает? Сделает или не сделает? Можно даже, кстати, еще один замок, наверное, построить. У меня один замок был вне бинда. Так, тут потихонечку он не всех забирает. Да, а что, уже на пять тысяч счет больше, да? Так, надо всех катафрактов тут подхилить. Надо всех катафрактов захилить. Шестьдесят в этой пачке. Качаем ресурсы. Сейчас сделаем важный апгрейд. Так, у нас тем временем уже две пачки. Можно свернуться. Сейчас поедем на следующие замки. Я так помню, он здесь целых два замка застроил. Ммм, мощно. Ну, а у нас тем временем классно работает экономика. Куча ресов добывается. Золото мы дополнительное качаем. А самое главное, что мы дополнительное золото поделили, по сути, на двоих. Так, тут у него небольшая вылазка. Давайте ее перехватим. И, наверное, поедем уже ломать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я думаю, он передумал почему-то делать сичинагры. Я думаю, он почему-то передумал делать сичинагры. Не понравилось, может быть, как зашли в прошлый раз. Вообще прикольно, да. Вот я сейчас бинды менять не буду. Интересно будет посмотреть реально, сколько ребят умрет. По крайней мере, из первой пачки, из первого отряда. Поехали драться. Уже 53, 7 человек умерло. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. 37. Блин, ну так нормально, дэмэдж. Дэмэдж ничего такой. Дэмэдж такой ничего получился. У-у-у. Ну что, мне заказ хороший. Ресу можно попродавать. Золото тут еще есть для подобывать. Интересно даже, у кого больше золота на этот момент времени. 43, 59, 60. Так, сразу одну пачечку вот так вот в сторону. Будем продолжать считать. Тык-тырик-тырик-тык-тык. Угу. Красота. Давайте тут посмотрим, что там как происходит. Может быть, на халяву там золото подобываем. Что, у меня пока что 108 крестьян, правильно? Это что, 92, это у нас все остальная армия. Так, тут можно все продать и повырезать крестьян откуда-то. С еды, наверное, можно поснимать. Давайте вот так, минус 9, сделаем. Угу. Хотя нет. Наверное, этот замок лучше атаковать. Так, давайте нападать. Давайте нападать. Может быть, еще два монаха можно заказать. Сейчас как-то фракты добегут. Сейчас набегут катафракты. Добегут, добегут, добегут. Заказ готов. Да, хороший выстрел. Хороший выстрел. Но, к сожалению, только один хороший выстрел. Тут будет, может быть. Может быть, не один. Нет, вы же все ранены. Уходите. Да, кельт вот еще играбельный. Реально, за счет осадки кельт еще хоть что-то может. Кельт еще хоть что-то может. Кельт еще хоть что-то может. Нормально, 8 катафрактов было. Было только потеряно с первой пачки. Всего лишь 8 катафрактов. Я вроде сделал двух монаха, да еще? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Что-то они какие-то все продамажены. О, уже неплохо, неплохо, неплохо. Начинает потихоньку выигрывать даже бои. Темпами может что-то тут выиграть. Так. Так, так, так. Посмотрим, что у него, кстати, по запасам золото еще. Да, здесь сейчас уже размена. Такие просто обычные размены идут. Пашек мало у этой пачки. Надо обязательно подхилить. Так, эта пачка тут хорошо зашла. Давайте, наверное, добавим парочку требушетов. Нам тут требы очень даже пригодятся. Да, пока тут нет... Блин, стрелы. Нас на самом деле очень сильно стрелы пробивают. Нужно стараться под замками не бегать. Так, ну что, дальше отступаем. Уже интересно, интересно идет. Совсем уже не понятно. Я даже не уверен в том, что мы выиграем катку. Вам может быть кажется со стороны, что тут нереально проиграть. Но если он сейчас начнет хорошо контролить, то даже проиграть уже будет реально. Так, ну что там, пара требов должны подъезжать. Где-то нет. Я вроде заказывал. Я вроде просил. Да, один треб делается. Вижу. Блин, он агроф треб для него выгодна. Так, тут выгодный бой для меня. Придется отбежать. Ой. Я думал, где мы и пачках, это правда. Давайте, наверное, побольше требов сделаем, чтобы мы активнее пушили. О, прикольно, я там золото съел. Прикольно. Думаю, что тут можно где-то аванпосты построить. Спаси этого храброго добытчика. Да, чем больше лимита, тем выгоднее для него сражение. О, ну он сейчас очень плохо законтролил. То есть, еще тут идея в том, что каждая ошибка намного больнее для него, чем для меня. Потому что моя ошибка, ну я там потеряю пяток катафрактов, а он теперь, посмотрите, он потерял там, ну реально дофигища просто анаграф. Все, мне всего 76 крестьян, и я так жадно играю. Ну, как мне кажется, жадно. Ну, как же круто работают монки. Блин, это вообще красота, это красота. Очень клево. Ну что, у нас все еще идет игра, правильно, уже почти час игрового времени. Очень мощно. Сейчас дождемся четвертый треп, и я думаю, что мы потихоньку начнем пушить. Начнем мы, естественно, снаружи. Мне кажется, что нужно просто карту у него отжимать. Начнем снаружи. Для начала сломаем просто осадку. Почему для начала сломать просто эту осадку? Она меня немножко раздражает тут. Он явно хочет оттуда вытащить этот, вытащить оттуда трибучет, типа смотри, что могу. Так, я заказал 10 крестьян. Я заказал 10 крестьян. Ой, ошибочка. Еще минус 500 золота. Вот как думаете, сколько он так сможет? Мне кажется, ну вообще это сложно. Ну то есть, терять так много анагров, потерять так много золота, это неприятно. Теперь можно напасть, наверное... Блин, я там не смогу анагры забирать. Надо, наверное, на этот замок-то и нападать. На вот этот, который я и ломал. Все, побежали. Блин, ну я не идеально законтролил. Да, я очень много потерял в этом замесе. Конечно, все еще тоже много теряет. Но я очень много потерял. Я прямо очень много потерял. Ладно, из хороших новостей замок сейчас почти упадет. Да, похоже, такую большую пачку катафрактов я скоро не смогу держать. Так, интересно, Скорпо это он специально заказал? Наверное, даже Скорпо для меня получше, чем анагра. Я думаю, что да, он почему-то передумал делать анагра и решил Скорпо делать. Но Скорпо это такое, не самое плохое для меня. Скорпо это не самое плохое для меня. Еще заказываем крестьян. 67 уже на лесе. Да, лес выгоднее добывать, наверное, для продажи. Потому что лес не закончится на арене. А, типа, еду добыть сложнее. И да, еще стоит лес. Так, вот анагра здесь. Вот такой позиции анагра мне тут не нравится. Ой, блин, как много осадки-то у него еще. Блин, сколько же он сможет ее по времени делать? Так много. Ладно, я замок отпушил. Золото у него, по идее, хоть из реликов капает, все равно должно быть меньше. Ну, он больше теряет... Мне кажется, он больше теряет голды. Хотя это не точно. Вообще, как вариант, конечно, пушки в какой-то момент добавить. Можно просто химию будет где-то нажать. Так, мы его немножко сюда выманили. Вообще, прежде чем выманивать, надо... Какой-то фрактор сначала... Зафигачился. Ой, подхилить в смысле. Слушайте, а он думает, наверное, что я просел? Или как? Так. Ой, там незащищенные, походу. Незащищенные ребята. Или защищенные. Да, мне кажется, это не самый лучший для меня бой. Хорошо. Хорошо. Но он потихоньку отпушивается, да? А давайте, наверное, вот сюда подъедем. Почему у него там ничего нет? Я думаю, можно туда как-то подъехать. Так, надо, чтобы поп был 200. Плохо, что поп не 200. Значит, что я все это время теряю ресурсы. Он, кстати, потихонечку догоняет меня по счету. Это тоже о чем-то говорит. Ладно, давайте, наверное, добавим пушки. Давайте, наверное, добавим пушки. Блин, вообще интересно еще, что это за чувак, с кем я играю. Какой у него рейтинг примерно. Кто-то ванпост даст мне инфу. Это хорошо. Это будет сейчас монахов передвинуть. Угу. Продолжает спамить алибардами. Продолжает спамить алибардами. Готафрактов-то становится все меньше и меньше. Угу. Что, давайте пробовать. Так. Хороший забег в осадку. Как мне, по крайней мере, кажется. Так. Ну что, сражение выиграно. Но, блин. Страшно. Катафрактов становится все меньше и меньше и меньше у меня. Оп. Минус-маркет у него. Может быть, его прямо сейчас как раздавить надо было бы. Ладно. Уже поздно. Так. Так, ребят, давайте выйду, чтобы больше сообщений, да, не было. А то у меня что-то... Тут куча всего. Так. Пум-пум-пум. Сейчас еще один маркет упадет. Теперь давайте релики выбьем, пусть перетаскивает. Так. Все, да, можно было вместо требов всю дорогу пушки делать. Так, удалил. Ладно, отъезжаем. Ладно, отъезжаем. Всех катафрактов отхилили. Хорошо. А, вообще счет падает, из-за шерес много продаю. Maybe. Ну, то есть, это же типа в минус. Это же типа в минус. Все, мы отсюда валим. Мы здесь свое дело сделали. Сейчас у нас будет парочка пушек. Давайте, наверное... Ну, три штуки мне как-то кажется лучше. Он сделал в этот раз много скорпионов. Интересно. Следующая попытка. Много скорпов. Эта штука серьезная. Она агроф. У-у-у. Выглядит серьезно, согласитесь. Не факт, что я это пробью. Сразу заказать этих ребят. А здесь мы идем на очередной замок. Пусть перетягивает. Он не такой мобильный. То есть, он так же, как... Ну, на самом деле, я тоже не мобильный. Да, из-за монахов. Там, из-за осадки, из-за монтров. Но это не означает, что ему проще перетягиваться То есть, если я на что-то распаковываюсь Ему сложно быть в этой точке Так, а где моя третья пушка? Не заказа, да? Ну и ладно Так, ну он тут серьезно уже пушит, серьезно Вот сейчас он может даже сражение выигрывать, по идее Пуф, 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 пуф Так, хорошие два залпа по скорпам Или нет? Блин, похоже нет, это были плохие залпы Ааа, больно как! Вообще сейчас все скорпы, по идее, разлетятся Замок там тоже сейчас упадет Блин, ну я много опять-таки катафрактов потерял Но я столько осадки забрал Потому что вообще капец сколько Да, я его по счету сильно опросил Такое ощущение, что он под это тоже очень много продавал Я думаю, он тоже очень много продавал за это все Так, надо срочно Спасти тут Ладно, в 7, да, прибежал Надеюсь, я тут не потеряю катафрактов Ну что, его комбо не зашло Как только пушки я добавил Ему уже сложнее Он вынужден был алибардами пойти вперед То есть он уже не может алибардами просто около осадки стоять Он вынужден пойти вперед, чтобы мои пушки забирать И поэтому ломается позиционка Ему намного сложнее драться Ему намного сложнее драться становится Ой-ой-ой-ой, куда это вы убежали? Ну-ка, хилиться Так Что, давайте дальше загонять его Прямо под его базу Будем загонять его на базу Так, он здесь много мне чего сломал В плане вижена А я хочу вижен Я хочу вижен Так Двигаемся дальше Ух ты, тут крестьяне Так, тем временем у нас 4 пушечки Он едет с анаграми, интересно, на этот раз или с чем Тоже скорпиона Пум-пум-пум Вроде скорпиона Ой-ой-ой-ой По своим же По своим же По своим же Хе-хе-хе-хе Блин Не могу пока отвечать Оп Да, хорошо Вот сейчас он правильно дерется Сейчас он очень правильно подрался Очень много катафрактов у меня здесь умрет Слушайте, он сейчас меня передавит Он сейчас меня здесь передавит А-а-а-а Нет А нужно срочно сейвить всю эту тему Треба, я думаю, тут уже не выживут Блин, у него-то золото тоже когда-нибудь кончится Вот блин, мне не верится, что я больше голды трачу Понятно, у него плюс один релик, но это всего лишь Плюс один релик Это же не то, что у него там в четыре раза больше резов Надо как-то восстановить Как-то восстановить армию Как-то восстановить армию Так Количество катафрактов как бы восстанавливается Ну, только как бы Ой, красиво я там выманил Красиво, красиво, красиво выманил Если ему понравилось Блин, я не знаю, что больше пушек делать И типа мансить тоже Катафрактами не драться С алибардами получается Ага, два героя туда выбежали Кстати, я могу же еще вербовать его отсад А нагрой, по крайней мере, мог Раньше, когда он их больше дел Так, тут новые бараки построил Давайте сразу их попробуем сломать Что такое Бараками мы не играем Так, он накопился Так, ну, пока он далеко от скорбов Мы тут деремся Ну, по-моему, в последний раз, когда вот так скорбы без прикрытия остались Я очень сильно по счету вырвался То есть это был выгодный для меня бой Они сейчас все продамажены Надо отступить, я думаю Блин, 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 блин Блин, пушки, пушки, пушки нельзя терять А, монахи Уходим Монки, нет Прикольно Пики не могут толком пробить монахов Которые Сами себя хилят Да, добавно Фух, ну что там, миллион, миллион алибард Что же нам с этим делать? Так, как нам надо пропушить, отпушить Так-то он уже карты владеет Просто спамит алибарда Потому что числа катафрактов уже такого большого здесь нет Он мне вообще не думал, катафракты не потерял в этом замесе А, вот первого Второго Нет Так Я думаю, что если сейчас в ближайшее время как-то все не поменяется Мы не начнем пушить, то, наверное, будем сдаваться Наверное, будем сдаваться Не хватает здесь немножко катафрактов мне на то, чтобы выиграть В этой котуле Не хватает Вот сложно сказать, кому выгоден этот размин Потому что он же теряет, блин, дофига И еды, и дерева тоже А я потерял там, ну Хотя тоже много, да 7-8 катафрактов потерял Так, ладно Лан Б или Д, или Ц, или что там Давайте попробуем добавить алибарда Свои Скоро, насколько они сработают По идее, пушить сложнее Он где-то будет, начнет ошибаться По идее В общем, у меня поп до сих пор Все еще не 200, да? Рядить его, может быть, где-то можно было бы Так, ну я вроде выигрываю этот бой Прям хорошо так выигрываю И забираю у этих скорпов А если я забираю этих скорпов Значит ему сложнее чуть-чуть намаситься Дальше Так Сейчас подкидимся Следующий бой выиграем И в целом алибард же тоже много нужно То есть у него большая популяция в алибардах То есть это означает, что у него там миллиард крестьян Все это время Отсадки сломал Блин, монахи все еще хилят их офигеть долго Алибарда у нас дешевая Сейчас он как сюда придет Я, наверное, нападу Нападу ему в задницу Не знаю, насколько у него хороший вижен здесь По идее, должно сработать Вот сколько, блин, сколько же у него алибард тут Ведь это все не крестьяне Это, ну, могли бы быть кресты А это все просто алибарда То есть у него намного больше военной популяции все это время Как же их много А что если все это время у него был запас по золоту И он не продавал особо ресу То есть это были релики плюс запас по голду Так, я как раз крестьян доделал, поэтому Должно быть норм Идея алибард здесь, что они, по сути, просто танчат Выигрывают время и... Ну, выигрывают время С алибардом мне здесь больше для времени нужно, скорее всего Так А, пока нет последней брони, да? Давайте сделаем Последняя броня готова Так Что у нас с вами еще примерно минут 15 на эту котулю? Еще минут 15 я бы заложил на эту игру И вопрос, вот когда я убью всю эту армию, что я сделаю? Что будет, когда я убью всю эту армию? Нормально, по сути, часть алибард я отвлек Красными алибардами, да? Красными алибардами, да? Так Сейчас все подхилим Пойдем дальше Так, вот тут, наверное, тарана слишком дорого для меня будет Тарана слишком дорого выйдет Погнали, погнали Он много заказывает, мы много будем убивать Мы... Он много заказывает, мы много убиваем Сейчас все просто Да, очень классно, что у него алибарды Ну, то есть, катафракты может быть слабее Когда на каждого катафракта там по 2-3 алибарды Именно окружает А благодаря моим алибарды... Вот как вот тут маленьком этом они дерутся А когда мои алибарды его отвлекают Они у него разбиваются И... Получается не так круто Ладно, да, снова выиграли бой Найс Ну что, давайте пушки добавлять, получается Мы что-то бои стали выигрывать потихоньку Выиграть бой, это всегда приятно Выиграть бой, это всегда приятно Что, может быть, в этот тап сделать Сто голды, все Ну, по идее, сейчас надо будет где-то скорпов делать Но я еще раз говорю Есть вероятность, что он не продавал ресов много Так много, как я Есть вероятность, что он так много ресов не продавал Как я Начал добавлять скорпов, миксовать Хорошо Вот сейчас будет много зависеть вот от этого сражения Класс, много скорпов не на месте Так Так Он много золотых юнитов потратил в этом файте У меня как раз пушечки появляются за этим всем Так, пока что мы хилимся Хотя я тоже много золота потратил в этом файте Так Каты вроде почти подхилились Но они лучше набираться, пока он не собрал пачки свои То есть его этих замесок мало Найс, его скорпы тут не атакуют, а бегают от моих пушек Нормально, нормально Пики размениваются В это время катафракты хилятся Сейчас снова пики вовсе разлетятся Субтитры сделал DimaTorz Чуть-чуть не успевая хилиться, да? Чуть-чуть не успевая хилиться Так у женщины у него ресы могли сейчас кончиться Ну типа он на лимите ресов играет Хилиться, хилиться, хилиться Не теряем время Хилиться, хилиться, хилиться Очень много бараков в правой части карты Хорошо Надо релики бы ему выбить, да? Так, нормально У меня, кстати, так катов в этом заказе Ладно, давайте релики похер на эти бараки Тем более, вроде уже почти отхилился Отступать Скорпиона бы забрать Бараки сломали Все, следующая точка Пусть отвлекается Пусть нажимает кнопки Пусть нажимает кнопки Поэтому мы и замах так можем сломать «Еще всего Cassandra» «Акона» 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 как неудачно долгая игра конечно получилось по таймингу совсем не планировал сейчас только играть ну-ка туля за то овощи огонь согласитесь он без реликов он без реликов лол все давай породоваться братуха братуха пора сдаваться сечен ага сейчас вы улицу так надо похилиться не забыть ли вообще мне вся кота щас не похиленная о есть дополнительная пачечка nice 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 да они прям развалились так релики потихоньку собирают правда я кушку потерял свечу 7 монхов хорошо уже 6 монах как-то как-то надо закончить попробуем подрядить его ладно вообще по идее вот мы уже прямо близко должны к завершению логическому завершению этой эпопеи так отновить лесопилки надо подкидываться подкидываться фантом 100 скорпионами на копится или просто миллиард пик я как Субтитры сделал DimaTorzok Победа! Мы выиграли эту катулью, ребята Это было потно, это было сложно Но мы в итоге переиграли византийцам кельта В такой лейт игре, блин, я не знаю, это просто шедевр Эта игра почти двухчасовой шедевр Все, ребят, я побежал, всем большое спасибо за просмотр Вот, еще раз повторюсь, обязательно лайки, комментарии Буду очень вам признательным благодарен Обязательно подписывайтесь на канал По-моему, ну, эта капка просто, она того стоит Все, давайте быстро статистику Да, знаю, что после таких игр интересно посмотреть Давайте я сам комментировать ее не буду Да, убитая, блин, господи Быстро вот так вот пробежимся, пробежимся, пробежимся Примерно посмотрели, если что, на видосе запаузите Все, всем большое спасибо, пока, ребят